всем привет в сегодняшнем видео я покажу вам как обрабатывать скан более сложные акварели уже до этого был видео урок как можно обрабатывать сканы фанов но это подходит такой способ не для всех иллюстраций вот сложные иллюстрации сегодня обрабатывать но так как особо комментариев так как особо там нечего комментировать потому что и так в принципе все видно из видео в это время я вам расскажу что нельзя загружать на стоки у каждого микро стока за плечами стоят массовые разбирательства с правообладателями различных зданий предметов брендов и так далее поэтому вот шатерсток составил список того что принципе можно и не посылать но все равно они это не примут ознакомившись этим списком вы сможете сэкономить себе кучу времени не создавая не создавая не нужна фотографии или иллюстрации так как соответственно страна не при например начнем вот места и достопримечательных в этом списке очень много различных мест которые российские микро стокеры ну вряд ли будут когда-то фотографировать на продажу но однако для путешественников приведу список того что либо вообще не подходит для продажи либо можно использовать как эдиторию если возникает желание что-то из этого все же сфотографировать лучше уточните отдельно насколько сообразно стоит отметить что архитектурные объекты как часть панорамы города когда это не главный дом на фото посылать все-таки можно их даже могут принять но это опять же не факт так что перед тем как делать такие фотографии я думаю нужно несколько раз подпись ну именно для стока насколько они подходят вот итак места которые нельзя про это американский музей естественной истории пекинский национальный стадион беверли хиллс дворец блендингем бостонская публичная библиотека британские королевские резиденции чикагский совет по торговле ты филиву башню голливудская аллея славы знак голливуда лас-вегас статуи русалочки мемориал линкольна лувр музей искусств миллоу современный издатель с новой туры тихоокеанская биржа тихоокеанский центр по морским млекопитающим статуя петра великого статуя которая цена снова шатерсток принц сынский дед на самом деле эти статуи свободы на самом деле здание достаточно много поэтому отдельный я список чтобы вы с ним знакомили следующее у нас это 3d объект когда-то раньше все стоки принимали визитализации интерьеров но теперь ситуация изменилась и они вообще не принимаются читая рендеры интерьеров потому что как оказалось ну а в россии это конечно всегда было известно что сцену можно построить на базе моделей других людей просто исключат ну и другие эти люди стали жаловать стоку и другим стоком ну и теперь хотя если вы все делали сами вы можете доказать это прикупив релизы и вашу работу при дальше авиашоу фотографии с авиашоу шток принимает только как торио банкнот фронтальные сканы денег любой страны и продавать нельзя но можно сделать фотографии под углом или с различными какими-то дополнительными элементами у вас будет фотография то в принципе ее всего примут канадские монеты королевский монетный двор канады требует предварительное письменное разрешение на использование своего дизайна поэтому ну вряд ли вы их добудете поэтому я вот такие фотографии не советую сотовые телефоны изолированные изображения мобильных телефонов являются неприемлемыми для коммерческой коллекции изображение является приемлемыми если мобильный телефон не основная часть и ну то есть не центр изображения эти изображения будут оцениваться на индивидуальные иллюстрации сотовых телефонов должны быть представлены с запиской объясняя что они являются оригинальным дизайном эти рисунки будут оцениваться тоже на индивидуальные шрифты изолированные буквы из коммерческих шрифтов являются неприемлемыми коммерческого использования также у нас там в чате было конечно обсуждение по поводу того какие шрифты использовать постараюсь потом еще подытожить эту в любом случае быть все аккуратнее и ну в принципе стандартные шрифты программ иллюстратор шоп используйте зеленая точка немецкий символ переработки это зарегистрированный знак поэтому его используйте современные карты карты различными маркерами символы неприемлемые олимпийские игры логотипы все логотипы олимпийского факела является торговыми марками и это тоже не при дальше по списку нас идет кубик рубик это защищено он защищен законами об интеллектуальной собственности во всем мире защита включает себя любую конфигурацию цвет форму даже без логотип изображение в том числе производные является неприемлемым используем так телефон и samsung все мобильные телефон и samsung защищены патентами промышленные футбольные мячи должны иметь черный и белый общий шаблон любые другие уникальные проекты будут оцениваться на индивидуальной основе игрушки и техника большинство чучел животных и игрушки имеют защиту авторских прав поэтому их фотографии не могут быть использованы для продажи транспортные средства автомобили изолированные изображения автомобилей неприемлемы для коммерческого использования изображение является приемлемыми если автомобиль не основная часть и нет центр изображения такие изображения опять же будут оцениваться на индивидуальной основе ну и самое такое наверное это бренды потому что если вы фотографируете например людей каких-то предположим это спортивная фотосъемка и человек на фотографии там в каких-нибудь кроссовках adidas и это узнаваемый логотип и соответственно это изображение нельзя продавать потому что это все зарегистрированные торговые марки яблоко соответственно продукцию apple так далее тоже нельзя но вы можете например если вас фотографии используются например человек работающий там за макбуком предположим то вы можете просто закрасить фотошопе яблоко на компьютере и тогда такое изображение приемлемо некоторые некоторые производители используют сложные уникальные конструкции швов на одежде и обуви и изолированные изображения таких швов и строчки являются неприемлемыми для коммерческого использования то есть однозначно можно сказать что например кроссовок nike даже если в кадре нет логотипа такую фотографию продавать нельзя bluetooth само это слово и знак логотипа является тоже зарегистрированным товарным знаком черный коричневый красный узор известный как семной чек или классический berberi является тоже зарегистрированной торговой маркой поэтому его тоже продавать нельзя coca-cola товарный знак потому что патент принадлежит компании coca-cola и это также неприемлемо для коммерческого использования disney его логотипы продукты и так далее символы знаки тоже не могут быть использованы логотипы dvd тоже ограниченное использование лас-вегас вот тема отелей все все что в лас-вегасе их узнаваемое здание часть строго контролируется и не могут быть тоже использованы на условиях роялти-фри изображений лего это соответственно игрушки все с участием изображения лего продуктов неприемлемы для коммерческого использования marvel это включает себя барби братс и вот такие игрушки в общем и товарный знак и патент тоже зарегистрированные нельзя их использовать для коммерческой для коммерческой для продажи на самом деле этот список довольно большой поэтому я обязательно скину вам всю эту информацию документированную чтобы вы ознакомились с полным списком потому что я зачитала далеко не все из этого списка вот надеюсь вам было полезно ну и одновременно мы посмотрели как обработать скан достаточно сложный иллюстрации то есть не фон какой-то простой что-то более такое вот и одновременно еще узнали что нельзя загружать на стоке ну ставьте лайки подписывайтесь на наш канал ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok